Боже мой, сколько всего! Такая классная пусечка вообще! Это блин! Что-то можно сотворить! Надоело мне смотреть на нее! Думаю, что смотрю, надо брать! Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй! Сегодня у нас покупочки в фикс прайс на виночки! Девочки, мне страшно вам показывать! Я не знаю даже, все сразу показывать или как! Ну, наверное, все! У меня огромных два пакета! Фикс прайс! Вы еще не были в фикс прайс, тогда фикс прайс едет к вам! Да, сначала я купила вот здесь у меня одни покупочки, потом я вообще случайно зашла в фикс прайс, думаю, ну, загляну, посмотрю, мало ли, может, что-нибудь там у них есть! И я взяла вот такой огромный пакет, потому что новинок просто невероятное количество! Давайте я вам покажу то, что я взяла сначала до! Здесь уже много и к Новому году идет всего, и просто по хозяйству, и просто для красоты, и просто мелкому, короче, куча всего интересного разного, поэтому оставайтесь со мной, никуда не уходите! Так, смотрите, к Новому году! Я буду делать на некоторые вещи отдельные обзоры, потому что, ну, реально они требуют время и отдельного внимания, вот! Так, что первое? Ага, так, к Новому году! Боже мой! Короче, к Новому году! Мы сделаем с вами на моем втором канале вот такую елочку, я ее показывала уже, когда бежала в фикс прайс, и с обзорок полок я показывала, я ее все-таки взяла, потому что мне интересно, какая она будет вообще, как она выглядит, какого она прям до конца размера, как ее можно украсить, в общем, я сделаю отдельный обзорчик, мы ее с вами прям поставим, украсим, потому что тут игрушки в пакете, куча всего, думаю, будет интересно, стоит она 199 рублей! Боже мой, сколько всего! Я в шоке! Так, что еще? Что еще? На что у нас будут еще отдельные обзоры? Смотрите, вот из этого 99 рублей мы с вами свяжем, походу, это шарфик, набор для вязания шарфа, мы свяжем с вами шарфик, тоже отдельный обзорчик будет, 99 рублей стоит. Еще отдельно мы с вами сделаем вот такого котика, это новый набор для творчества, 199 рублей, такой вот котик, его уже сложнее, мне кажется, будет делать, хотя, может, и не сложнее, потому что он из ткани. На своем втором канале я уже делала одного котика, но он был из совсем другого материала, он был намного проще, здесь уже ручки, ножки, все отдельно. Деньке моему безумно понравился этот котик, и я хочу ему сделать вот такого котика, мне кажется, этого котика он полюбит еще больше, 199 рублей. Здесь в набор входит ткань, фетр, игла, две штуки, наполнитель, инструкция, я думаю, нитки тоже должны входить, потому что в то входили. Так, еще для нового года 99 рублей снежное кружево, мне прям, честно говоря, интересно, это мы можем сейчас с вами открыть, вот такая вот коробочка, и там жемчужины вместе с диодами, мне кажется, очень красиво должно смотреться. Откроем, распакуем, 99 рублей, так, смотрите, вот мы распаковываем сразу, сюда батареечки, и идет такая, здесь две такие переплетенные, как их называют, проволоки, да, на одной диоды, короче, а на другой нанизанная жемчужина. Так, довольно-таки длинная она вся, такая нормальненькая. И батарейки-то надо, е-мое, батарейки надо найти. Я еще как раз-таки думала, что я дома проверю, если мне понравится, там были еще разные цвета этих жемчужин, были темно-серые, были белые чисто, темно-розовые. Вот, смотрите, как оно светится. Ну, мне кажется, для елочки как раз-таки очень клево будет. Немного жемчужины, немного диодов. Вот. Ну, вторую я брать не буду, я думаю, что мне этой будет достаточно. Вот. Такая вот прикольная штучка. Мне вообще нравится, у меня много таких вещичек, где вот что-то светится красиво, а здесь просто две батареечки. Для украшения фона очень клево, для елки, ну, много чего. Классно, мне нравится. Так, и вот такие вот наклейки мне понравились, там они были золотистые, были вот такие голубые, я взяла голубые, потому что мне больше нравятся. Они силиконовые, то есть они не должны оставлять следов никаких, да, если что. Что-то все это мало. Ох, она. Не должны оставлять никаких следов, то есть можно на зеркало, на стекло прикрепить, и клево. Можно даже еще, мне кажется, взять, а можно даже еще и золотые взять. В общем, вот классные наклейки, силиконовые. Я вот к силиконовым наклейкам отношусь хорошо, даже здесь сзади нарисовано, как можно использовать. Наклейки такие стоят 77 рублей. И еще я взяла маркер для окон. Маркер для окон, он стоит 55 рублей, и мне стало вообще любопытно, его надо открыть. Я как-то далеко от вас сижу, чуть-чуть поближе садила вас. Так, открываем маркер. Мне стало интересно, там был синий и был вот такой вот белосерый. Какие цвета мне интересны. И смывается он теплой водой. То есть вы нарисовали что угодно, там написали с Новым Годом на стекле, на зеркале, вот. И удаляется теплой водой с мылом. Класс. Так, какой цвет? Интрига. Белый! Ух ты! Надо будет на окошке что-то нарисовать, и вставлю вам сюда. Обычную влажную салфетку беру. С легкостью удаляется. Класс! А тот тогда с синим колпачком какого цвета. Надо будет его тоже взять. 55 рублей всего нормально. Мусор сразу буду складывать, потому что я тут распаковываюсь, очень много мусора. Все, теперь поехали. Второй пакет раскрываем. Итак, первое, что я взяла, чудесная елочка, набор для творчества. Это мы тоже сделаем на моем втором отдельное видео. Тут выращивание кристаллов, и она будет в виде елочки. Мне интересно посмотреть, какого она будет размера, и вообще, как это все происходит. 10+, можно делать с детками, но под чутким руководством, мне кажется. Ну, не с маленькими, да? 10+. То есть, вот такая вот елочка. В набор входят всякие непонятные жидкости, ванночки. В общем, в отдельном видео я покажу на моем втором канале. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Ссылка под видео. О, господи, я не знаю, прям с чего начать, девчонки. У меня столько всего. Тоже для творчества, тоже хочу сделать. Это такая раскраска блестками. Там разные феи были, девушки. Мне стало любопытно, потому что тут реально какие-то блестки. Для получения дополнительных оттенков краски можно смешивать. Короче, вот. Ну, фишка в том, мне понравилось, что это блестками, понимаете? Я люблю такие всякие блестящие картинки. Давайте посмотрим, что входит сюда. В общем, такая вот. Ух ты, красивая какая. Она еще красивее, чем она. Я думала, она вот такая будет. А она другая. Класс. И что еще входит сюда? Кстати, может, она не одна? Да, она не одна. Их две входит. Вот еще одна. И краски. И краски. Только я не пойму. Особых блесток там не видно. Короче, надо посмотреть, как они будут красить. И кисточка тоненькая. В общем, тоже сделаю обзорчик отдельно. Кому будет интересно, заглядывайте. И сейчас на моем втором канале, так как очень много чего для отдельного обзора, будут выходить видео прям каждый день, я думаю, вплоть до Нового года. Так что не скучайте за мной. Там каждый день видео. 77 рублей стоит такой набор творческий. Дальше. Взяла себе машинку для катышков. Наконец-таки. Я столько на нее смотрю. И тоже хочу там сделать обзорчик. Наверное, я сделаю отдельный обзор. У меня есть вещи с катышками. И мы почистим, посмотрим, как эта машинка в принципе работает. Она запечатанная вся. Ну, она на батарейках. В общем, 99 рублей. Это не новинка. Она давно уже там. В общем, я хочу ее протестить. Так, еще здесь у меня нарисовано желтое. Кстати, гляньте, смотрите, три цвета. Я даже не знала, что у меня желтое. Давайте проверим, желтое ли там на самом деле. Да, такая классная пусечка вообще. Здесь такая включать-выключать. Тут, походу, нужны батарейки. Ой, не сломать бы. Две батарейки АА. Слушайте, ну, желтое даже еще милее, чем рыжечка тут есть. Класс. В общем, посмотрим, как она работает. Именно уже на вещах. Так, еще с нового года я взяла вот такие снежные окружево, вот такие бантики. Мне понравилось. Я взяла серебряные. Там были еще красные, там были золотые, золотые матовые. А, не, красные были матовые и блестящие. Серебряные были вот такие блестящие. И золотые тоже были блестящие. Я хочу себе елочку. Если у меня будет какая-то елочка, мне хочется вот повесить на нее вот такие штучки. С другой стороны просто такая проволочка, причем очень мягенькая. Я думаю, достаточно легко будет все это крепиться. А теперь чек надо найти. Блин, я его бросила сюда, и хрен его теперь найдешь. Короче, 55 рублей, может, где-то стоит. Ну, недорого. То есть, понимаете, да, это бантики вот на картоночке. Я не думаю, что они дорого стоят. Если найду чек, я скажу, отложу сюда. Так, еще мне что-то там пишут, как всегда. Дальше. Я купила шампуни. Раз, шампунь. Шампунь, два, шампунь. И еще один шампунь я купила. Блин, он у меня в ванне. В ванне. Я... Блин, а... Вот он. Еще один. The same. The same. The same. The same. Короче, вот такой шампунь. Этот шампунь 149 рублей стоит, я помню. Мицеллярная технология с коллагеном. Делает объем у корней. Вот это вот шампунь ламинирование. Вот это шампунь объем. Что я буду делать? Этот шампунь я уже попробовала. У меня есть свой отзыв о нем. В общем, в принципе, хороший шампунь. Мне нравится. Это я вам здесь скажу. А уже такой более подробный отзыв я скажу, опять же, в отдельном видео, где буду тестировать еще и вот эти шампуни. Мы с вами сделаем... А я, по-моему, тестировала шампунь ламинирования или объем. Что-то такое. Ну, в общем, полный обзор. Я их еще раз попробую, да. И полный обзор будет вот на все эти шампуни. Тоже на втором канале. Именно вот шампунь и фикс прайс. Вот эти три. Я их там, как следует, все протестию. Напомню сама себе. И расскажу, чем они отличаются и чем кто хорош вообще. Так, а вот эти стоят сколько? Эти по 100 рублей, по-моему. Не помню. Видите? По-моему, по 100 рублей. Или 77, или 99. Да, вот где-то около 100, а этот 149. То есть он один дороже стоит, чем этот один. Боже, с чего начать? С чего начать? Палочки новые появились в фикс прайсе. 77 рублей. Прикольные такие. Опа. Давайте достанем, дозаценим. О, они там еще в одной пленке. В пленке, в пленке. Прикол. Они, короче, с одной... Ой, они прикольные. Они с одной стороны острые. Я этого даже не обратила внимания. А с другой стороны мягкие. То есть одной стороной мы можем... Да все мы можем одной стороной делать. И глаз, и так, и так, и сяк. Классные. 77 рублей. Плотненькие. Кстати, да, я же как проверяю. Я проверяю вот эту палочку. Вау, она плотная палочка. Слушайте, качественные. Офигенно качественные палочки. Супер. На картинке нарисовано, что типа острым концом мы что-то под глазами подтираем, а тупым кольцом концом мы что-то ногти подтираем, типа путикулы. Хотя мне кажется, и та, и другая сторона пригодится и для глаз, и для ногтей. Далее. Так, ладно, все. Лежит он здесь, мозолит мне глаза. Появилось очень много домашних костюмчиков в фикс прайсе. Мне очень понравились. Я выбрала себе именно вот такой костюмчик. Шортики и маечка. Такая маечка цветастая. 199 рублей костюмчик стоит. Это 100% хлопок. Мне понравились вот эти вот надписи. Что здесь написано? Всякое такое интересное. Даже непонятно. Of the fashion написано. Word, любовь, даймонд. Yes. Ну, прикольно. Сердечки такие всякие перевернутые. Ну, короче, с двух сторон. Просто маечка. А шортики, они вот такие вот серенькие, да? И только немножко окантовочка идет вот такой же рисунок здесь, да? Вот. Мне понравилось, что это 100% хлопок. И еще один нюанс. Я взяла 48 размер. Девочки, там есть 42, 44, 46, 48, по-моему, самый большой, который я видела. Но, возможно, вы найдете и больше. Я люблю дома особенно, чтобы не было ничего в обтяжку. Если брать 42 размер, он даже может маловат мне быть. И я уже там на месте примерила, вот так приложила, вот чтобы оно было свободно, да? То есть оно все равно будет мне в обтяжку, даже 48 размер, представляете? И шортики более-менее свободно, чтобы... Ну, сейчас посмотрите, как сидит, как бы это 48 размер, имейте в виду. Так что не привязывайтесь именно к своему прям размеру точно, потому что для дома хорошо бы, чтобы было свободно. А как раз-таки девочки, у которых размер XS или XXS, худенькие-тоненькие. Вот как раз они могут брать 42, 44 и не переживать, что им не подойдет. Купила Деньке вот такую вот машинку. Я у... Кого я видела? У Леночки моей, Алены Русановой, моя подружка, тоже блогер. Мы пришли как-то с Денькой и увидели вот такую... Не машинку, но у них уже разобрано было. Короче, это такой конструктор, но он на магнитиках машинку собирать эту надо. То есть магнитик к магнитику. И я помню, он залип так, ему понравилось вообще. У них там отдельная коробочка, все это лежит. Они там целый конструктор огромный могут построить. И я такая думаю, надо Деньке тоже взять, когда увидела. Это новинка в 199 рублей. Я бы взяла раньше, если бы это не была новинка и лежала бы там уже давно. Честно говоря, я не видела до этого. Давайте откроем с вами. И посмотрим, насколько хорошие магниты. То есть вот магнитики. Вот так вот они. Хоп! Да? Класс! Ну, вот, например, там, я не знаю. Там есть картинки сзади, то, что можно рисовать. Какое рисовать? То, что можно делать. Из этого магнита, да. Ну, вы поняли, да? Ну, он такой не сильный прям магнит, прям так сильно, да? Но он вот есть как бы. Что-то можно сотворить. Вот такое. Да просто залипать прикольно. Мне кажется, ребенку вот моего возраста вообще идеально. Ну, и все. Такой вот конструктор. Сегодня Денька будет у него залипать. Может, я заснять смогу еще. Дальше. То, что я еще Деньке взяла, наконец-таки, вот такой пистолет нашла. Жалко, что их только сейчас начали продавать. Раньше я не видела. Это такой пистолет, который делает мыльные пузыри. Я часто видела, детки гоняли, все время спрашивала, где брали. Но как-то руки не доходили. Может быть, в Ашане можно было купить или где-нибудь в таких магазинах, на рынке там, да. Но я же хожу в фикс-прайсе все время. И мне хотелось бы, чтобы они были в фикс-прайсе. И когда-то я подумала, блин, когда уже в фикс-прайсе будут такие. Сегодня захожу и много чего в фикс-прайсе. 199 рублей. Два баллончика в придачу. Классный, яркий такой прям пистолет. И когда Денька его увидит, я надеюсь, ему понравится. И покажу ему, как эти пузыри пускать. А, здесь еще этот баллончик. Вот сюда он вкручивается. То есть вообще тут с баллончиком. Тут целый автомат, блин, а не пистолетик. В общем, такая вот интересная вещь. Нажимаю на рычажок и пускаю множество мыльных пузырей. А, он еще светится и еще играет веселая мелодия. В общем, тут все вообще подряд. И они были вот еще цветок. Зеленый и синий. Но мне понравился вот именно этот. Ну, давайте немного порадуемся и откроем эти мыльные пузыри. Посмотрим все-таки, что там. Та-дам! Блин, класс какой! Ой, открывает рот! Так, вот такие два баллончика. То есть перезаряд, да? Мы открываем баллон. Он запечатан и даже, ничего себе! А мы не будем сильно. Мы вот так вот раз, да? Опустим сюда. Раз. И закручиваем. Мне так интересно. Даже я батарейки еще нужны. Батарейки еще нужны. Ё-моё! Сейчас вытащу из гирлянды своей батарейки. Я такое не должна пропустить. Сейчас что-то будет. Музыка. Пузыри. Свет. Рекой. Хочу. Я надеюсь, Донька не испугается. Знаете, бывает... Блин! Тут еще... Блин! 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 Тут этот... Шуруп надо открутить. Пойду нож возьму. Открутила. И еще я обнаружила, что здесь нужны три батарейки. А-а-а! Поехали! Ой! Ля, у меня тут все уже потекло, пока я тут переворачивала. Короче, сначала вставляем батарейки, а потом патрон. Блин, ну я вся вот вообще-то! Че я меня куя вообще? Поехали! Пузыри! Праздник! Класс! Блин! А как можно музыку отключить? Все клево, светится, жужжит. Но вот эта музыка напрягает, реально, блин. Можно ли было одну батарейку вытащишь, и она только пузыри делает? Интересно, а без батареек будет пузыри делать? Или она вообще... Моторчик не будет работать, да, который нужен? Жалко! Ну-ка! Да! И с музыкой... Вот это, знаете, вот хорошо было бы, чтобы можно было переключать. Я не знаю, как Дэнке зайдет, конечно, эта музыка. Музыка нас связала. Ну, в целом, неплохо. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Сейчас, еще раз. Надо аккуратно. Все. Хорошо, кстати, крепится. Не обязательно здесь этот шуруп засунуть. Я кайфую! У-ху! Слушайте, ну музыка веселая, классно. Слушайте, я так хочу, чтобы Дэнке понравилось, потому что мне пипецкинг понравится. Пипецкинг! Так, еще долго-долго я поглядывала, в итоге взяла вот эту розовую звездочку. Она тоже светится. Проверять, как она светится. Проверим. Откроем. Сколько она стоит? 99 рублей. Это не новинка, она уже давно, просто я, наконец-таки, взяла. Ой, здесь даже батарейки входят, смотрите. Ой, красота. Это такой ночничок. Слушайте, он мне как раз пригодится вообще-то. Я выключаю, бывает, все дома, и все. И не видно нифига. Но мне вот так вот хочется тоже, чтобы стояла такая штучка. Нравится. Может, даже не здесь, а вот здесь, к розовым, ребятам. Да? Класс, класс. Я вот для этого и взяла, потому что надоело мне смотреть на нее. Думаю, что смотрю, надо брать. Еще для Дэньки и вообще для друзей я взяла вот такой вот хит-вечеринки. Это равновесие, игра равновесия. В набор, значит, входит рулетка и игровой коврик. Нужно удержать равновесие. Давайте посмотрим, что там внутри. Внутри, значит, входит вот такая вот рулетка. Мы вот это вот все получается раз. Там кому что выпало, например, да? Зеленый. Не знаю, что до сих пор тут надо делать. В инструкции, наверное, написано. И все, как бы рулетка, и входит вот такая вот клеенка. Клеенка. Вот с такими вот... Вот с такими... Как это? Многоугольниками. Ну, такая достаточно большая клеенка. Так. И что? И вот мы крутим, типа... А-а-а-а, смотрите, мы крутим, короче. Так, а... И все, и получается, он тебе... Нога, правая нога становится вот сюда. Все, и ты стоишь правой ногой, да, там. Дальше другой крутит. Я догадалась сама. Правая рука на такой красной становится. И второй человек, например, правой рукой... Ну да, слушай, если вот второй человек просто правой рукой... То есть, получается, ноги от... Оторваны от всего, и ты... Ладно, на правой ноге можно встать. А на одной правой руке уже не достанешь. Так, второй проиграл. Ладно. Опять правая рука. Два раза правой рукой встать на одной тоже. Короче, это должна быть инструкция. Мне вот, например, не совсем понятно. Так. А, вот. Как играть? Ведущий или один из игроков вращает судьбоносную стрелку, которая дает игрокам задание. Поставить правую ногу на зеленый. Или поставить левую руку на голубой. В то время, как участники этой зажигательной игры стараются как можно элегантнее стоять на коврике. И при этом удержать равновесие. Если ты коснулся коврика или не удержался, ты выбиваешь из игры. В общем, здесь инструкция. Все написано. Я думаю, все понятно. Надо обязательно попробовать с кем-нибудь сыграть. Так, дальше. Вот такие классные блокноты нашла. Там офигела просто. Это такой антистресс. Это такая штучка, которая здесь просто трогаешь. Причем они разные. Есть разные, разные вот эти вот спонжики. Да, спонжик он называется. Это блокнот со спонжиком. Разные вот такие спонжики. Стоят 199 рублей. И какие-то есть, они более твердые. А какие-то есть, они прям вообще мягкие. Вот этот был самый мягкий. И еще там с котиком. Такой фиолетовый с котиком. Но я взяла один. Ваша 199 рублей. Все-таки немалые деньги. Внутри светлые страницы, голубые клеточки. Вот. Что-то записывать. Но вот это просто, это такое залипало. Девчонки, это реально мега залипало. Если вы найдете еще эти блокноты, хоть один, да возьмите себе. Крутой блокнот. Еще для творчества я очень много набрала. Так что вам не обязательно покупать все наборы для творчества. Я открою, сделаю, покажу все плюсы и минусы. И только потом можете брать. Взяла вот такого рогатого оленя. Он самый такой прикольный был. Там еще был Дед Мороз, снеговик. В общем, это какая-то статуэтка здесь. Внутри краски. И, в общем, схема смешивания цветов. То есть, нифига себе. И, в общем, объемная такая игрушка. Краски и кисти в наборе. В общем, называется Мяша. Игрушка-ряска-ряска. Посмотрим. Еще прикольно. Я взяла вот такой вот душ, лейка для ванной. И это тоже будет отдельное видео. Потому что я хочу сделать так. Я хочу показать вам, что у меня было. Я хочу надеть его. Показать все режимы. Я хочу его какое-то время использовать. Хотя бы недельку. И в этом же видео отдельном. Сказать вам, как оно по использованию. Какие плюсы и минусы. Чтобы вот прям точно. Не просто показать. Вот льет. И все. А вот прям как в эксплуатации еще. Поэтому я думаю, на вот эту лейку я сделаю отдельное видео. Единственное, что мне здесь понравилось. Фу, не единственное. А вот именно из-за чего понравилось. Потому что шланг очень гибкий. У меня не такой гибкий шланг. Смотрите, какой он вообще. Это, мне кажется, очень клево. Мне интересно, какие здесь режимы. Какие режимы. Короче, он тут льет. Ё-моё. Три режима написано. И полтора метра шланг. 199 рублей. В общем, вы понимаете, насколько важен мой второй канал. Там просто все. Так, еще косметика. Это точно тоже то, что будет у нас отдельные обзоры. Я уже делала на своем втором канале обзор на... Это была маска. Маска анти-эйдж. Она белого цвета. А это скраб анти-эйдж. Та маска такая повела себя очень интересно. Ой, у нее какой был запах, девочки. Это просто, это просто. Это обязательно вы должны взять ради запаха, да. Повезло. Я бы сказала, повезло тому, у кого есть проблемы с кожей, чтобы использовать эту маску вообще постоянно. Потому что она для жирной кожи. И вот у кого постакне. Ну, вот эти вот, как я поняла, проблемы с акне, да. И для жирной кожи, комбинированной. А у меня кожа, наоборот, сухая. И поэтому мне скорее не подходит, но мне так нравится этот запах, что я все равно, нет-нет, буду использовать эту масочку. Пока не найду что-то с таким же запахом. А это анти-эйдж скраб. И мы его тоже будем пробовать. Посмотрим против черных точек, очищает, сужает поры. Два в одном. Мы тоже его посмотрим, как он работает, какой эффект на коже он дает. Вот. Ну, вот на второй канал можете проходить, уже смотреть. Там есть. Но я сделаю так, чтобы была уже там маска, и вы могли смотреть. Это, в общем, шкраб. Скраб попробуем. И вот такой еще фреш фейс. Пархатистый, гладкой кожи. Тоже скраб, кремовый для лица, шеи, зоны декольте, детокс, очищение. Входит абрикос, папайя, скорлупа, грецкого ореха. Мне тоже интересно запашок понюхать. И вообще, как оно работает, какие там гранулы. Хотя тут видно даже, какие гранулы. Смотрите. Ну, в общем, какой он в работе. Вот такой вот. Это все, 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 это тест на втором канале. Так, игровой набор баскетбол для ванны. Я подумала, что Деньке это очень понравится. Потому что там были котики фиолетовые и вот такие синие собачки. Открываем. В ванне ребенок у меня проводит много времени. То есть мы приходим после садика, и он прям в ванну залазит, и может там целый час ковыряться. Смотрим, что у нас здесь входит. У нас входит вот такая голова собачья. Входит вот такая вот сетка с кольцом. Три мягкие игрушки. Прям для ванны. Цвета, кстати, разные. Может быть, например, та же собачка, а шарики разные. И вот такие вот насоски. Насоски-присоски. Здесь присоски присасываются. Вот так вот. Раз. 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 Вот так. Присосались. Это у нас крепится либо к кафелю, либо к самой ванне, если у вас нет кафеля. Так. И здесь вот в рот ему вставляется такая штука. О. Все. Это все присобачивается к ванне, и ребенок ваш, допустим, там вот так пытается все это дело попасть и закинуть. Мне кажется, Деньке очень понравится. Я его попробую подснять сегодня, чтобы вам сюда вот вставить, как он будет играться вообще, как ему понравится или нет. Это зверюшка. Но мне кажется, что должна понравиться. Посмотрим. В общем, девочки, вот так это выглядит, но Деньку моего совсем не заинтересовала эта игра. Он как-то не смотрит и не кидает. Не знаю, что его смущает здесь, но он не хочет играть. 199 рублей стоит. Так, и что еще? Все, что ли? Реально? Пустой пакет. Ну, все так все. Поняли, да? Что вообще творит фейс прайс? Фейс прайс. Офигеть. Мне пришлось потратить, я не знаю, сколько я потратила. Тысяча три с половиной. Да, потому что я один раз зашла две семьсот или две восемьсот отдала. А первый раз я зашла где-то сот или шестьсот. Или шестьсот или семьсот. Короче, три с половиной тысячи, вот это вот все мне дело обошлось. Ну, потому что очень много по 199 рублей. Вот, момента, да, такие. Здесь как бы недешево. Так что все, мои хорошие. Вы понимаете, насколько второй канал вообще, там просто все. Там прям просто все. Поэтому я вам его рекомендую. Тем более, как стукнет 10 тысяч подписчиков, у меня будет конкурс. Кстати, также добавляйтесь ко мне в инстаграм. Вот здесь вот оставим инстаграм. Что там у меня? У меня там много сториз разных. Вместе со мной просыпаемся. Вместе со мной ложимся. Ну, ложимся реже, чем просыпаемся. Просыпаемся стабильно со мной. Каждое утро. И там, конечно же, влоги я снимаю еще реже на своем канале, да. Но вот там, например, какие-то мероприятия. Недавно было мероприятие, встреча блогеров у нас в Ростове. Появилась новая компания, которая организует для блогеров вот такие встречи. Мы делимся опытом, всякие новые знакомства у меня произошло. Ладно, не буду вас грузить здесь. Это я расскажу вам во влоге в ближайшем, когда он там будет. Вот, а так вы понимаете, да. Второй канал сюда. Лайки, подписка. Комментарии жду от вас. Ну и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok